МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. В Чувашии Донстарс, в порт-океаде, кадеты по Волжье. Впервые за звание лучших будут бороться воспитанники всех кадетских корпусов округа. В самом разгаре выставка «Золотая осень-2019». Продукция Чувашского агропрома в центре внимания. Грязь, яма и строительный мусор. Жители микрорайона Байконул хотят справедливости и комфорта. Печальной новостью завершается Всемирная неделя космоса в Чувашии. Сегодня ушел из жизни герой Советского Союза летчик-космонавт Алексей Леонов. Во всем мире его знают как первого человека, вышедшего в открытый космос, а Чуваша еще и как близкого другу нашего земляка Андриана Николаева. Алексей Леонов из первого отряда космонавтов с Андрианом Николаевым. Они познакомились и подружились в начале космической эры, в 60-х годах прошлого века. Оба внесли огромный вклад в освоение космоса и развитие космической науки. После полета вместе служили в Центре подготовки космонавтов. Алексей Архипович не раз приезжал в Чувашию в дни памяти своего близкого друга. И хочется верить, что сейчас они вновь вместе среди звезд. Чувашия принимает спартакиаду «Кадеты при Волжье». В республике этот турнир проходит впервые. Побороться за звание лучших приехали воспитанники всех кадетских корпусов округа. Подробности у Дмитрия Ковалева. Огонь спартакиады зажжен. Команде республики переходящий факел вручил капитан сборной Нижегородского кадетского корпуса, принимающий стороны прошлогоднего турнира. В этот раз за звание лучших борются ребята из шести регионов округа. Первые в учебе и спорте. Подготовка шла тяжело, приходилось много успевать. Но мы все успели. Но мы уверены в марш-броске, так как это наша территория, наша земля. Здесь мы приехали защищать свою модель. Модель своего учебного заведения. То есть мы хотим доказать, что наша модель отличается от других кадетских корпусов. Наша команда настроена победить. Мы хотим взять первое место. Участие в этой спартакиаде – это большая честь. Не каждый попадает сюда. А для региона большая честь принимать кадет со всего округа, отметил Михаил Игнатьев. Для участников спартакиады конкуренция за призовые места – стимул двигаться вперед. В этом году дополнительные деньги Чувашская республика изыскала для того, чтобы обучение в этом Чувашском кадетском корпусе стало еще лучше. Мы оснащаем кабинеты, мы приобретаем новое оборудование. Посмотрите, мы какую спортивную ядро, какую спортивную площадку создали. Кадетское образование в регионах округа развивается успешно. Будущих военных готовят в шести учебных корпусах при Волжье. Мы во всех регионах округа, там, где есть у нас эти шесть кадетских корпусов, видим, что это учебное заведение, которое становится элитными учебными заведениями, в которые хотят попасть здесь. И сразу после открытия спартакиады на плац. В одну шляпу! Слышите? Ребята уже сдали нормативы строевой подготовки. Впереди сборка и разборка автоматов, метание гранат и марш-бросок. Соревнования продлятся два дня. Глава региона пожелал кадетам Чувашия победы. Дмитрий Ковалев и Виктор Степанов. Республика. В Москве продолжается выставка «Золотая осень-2019». Об экспозиции Чувашской республики Юлия Воженина и Андрей Шоклев. В этом году экспозиция нашей республики находится почти в центре павильона. На экране фильмы о достижениях региона, в витринах продукции предприятий. «Золотая осень» очень важное и значимое событие для аграриев не только Чувашии, но и всей страны. Выставка – это комплексное мероприятие. Здесь, кроме самих центров, еще есть конкурс, где представляют все регионы свои продукции. Это могут быть фермеры, это могут быть родители сельских территорий, это может быть пищевая промышленность и так далее. То есть мы смотрим себя, как мы развиваемся на уровне Российской Федерации. Молочная продукция из ядрина, сладости, минеральная вода – деликатесы ведущих мясокомбинатов республики и крестьянско-фермерских хозяйств. Экспозиции региона притягивает посетителей. Многие приходят за конкретным товаром, еще больше пробуют и остаются довольны. Вы знаете, что-то такое своеобразное понравилось. Берем, потому что то, что в магазине, конечно, по вкусу уже не соответствует натуральным продуктам. Мне понравилось, необычный очень вкус. Попробовать интересно просто. И вкус мягкий такой, и нет резкого ни запаха, ощущения очень приятные. Что касается продукции, производимой нами, она полюбилась с первых же дней, скажем, с первой же партии. Почему? Потому что у нас в основном ручная работа. И контроль, естественно, тотальный, вкладывается душа человеческая. А это никем, ничем не заменить. Но поиск новых покупателей – не единственная цель участников выставки. Как правило, именно на этой площадке завязываются новые знакомства и деловые связи. «Уралхим» и Минсельхоз Чувашии сотрудничают уже не первый год. Около 12 тысяч тонн удобрений компании завозятся в республику. Кроме того, «Уралхим» оборудовал класс в Чувашской сельскохозяйственной академии. Создание этого класса главным образом направлено на подготовку студентов, на подготовку выпускников, отвечающих современным потребностям отрасли. На перспективу мы рассчитываем, что представители компании «Уралхим» будут в их же аудитории, в их же фирменной аудитории проводить занятия со студентами. Мы считаем очень важным иместным контакт, плотный контакт. Смотреть даст, наблюдать за стратегическими, корректирует свою политику в какой-то мере, в какой-то момент, чтобы иметь возможность более плотной, в полной мере удовлетворять потребности сельхозпроизводителей вашего региона. Четырехсторонние соглашения подписали между собой Минсельхоз Чувашии, ЧГСХА, Юрма и Мегамикс. Оно тоже касается обучения будущих аграриев. Мы будем поддерживать Академию, мы будем делать, привносить те знания и накопленный опыт компании, скажем так, 20-летний опыт в сфере сельского хозяйства. Поэтому мы будем делать все, чтобы наши отношения и наши студенты были профессиональны. И практика, которая будет у студентов, она очень во многом поможет, и она будет проходить в учебном процессе поможет. И она, конечно, будет проходить именно в арахолдинге. Мы ставим задачу, и мы должны это сделать, обязательно сделаем, в течение 5 лет мы должны выпускать на уровне страны самых лучших специалистов. Каждый год залегация республики возвращается с выставки не только с подписанными контрактами, но и наградами. Надеемся, в этом году будет так же. На закрытии «Золотой осени» узнаем итоги специализированных конкурсов. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. Легенды тракторостроения. Одновременно с «Золотой осенью» в Москве на Красной площади проходит выставка Чебоксарского музея истории трактора. Такую тяжелую экспозицию за пределы республики вывезли впервые. 21 трактор из 21 региона. Вся история этой уникальной техники предстала москвичам и гостям столицы на выставке «Эволюция тяговой силы». У нас наличие 50 тракторов, но мы привезли только часть этой выставки. Мы представляем здесь всю, можно сказать, производственную линейку нашего Советского Союза. Здесь представлены все заводы, начиная от Сталинградского. Вот, пожалуй, самый известный наш трактор «Владимирец». А знаменит он тем, что своим ходом проехал от жемчужно-золотого кольца России до Владивостока. И даже попал в Книгу рекордов Гиннесса за эту поездку. Вот еще один образец СТЗ. Это аббревиатура «Сталинградский тракторный завод». А выпущен он по образцу американского трактора «Маккормик-Диринг». «Трактор уникальный. Можно сказать, простые люди, рабочие, научились создавать такие трактора. И с помощью этих тракторов поднимали коллективизацию, кормили страну. И во время, конечно же, Великой Отечественной войны эти заводы перестроили под выпуск вооружения и танков». Такую тяжелую экспозицию за пределы республики вывезли впервые. И не напрасно. Несмотря на дождь, вокруг тракторов много зрителей, в их числе и Матвей Виноградов. Он мечтает стать пилотом, но и за баранкой трактора сидит с удовольствием. «Мне больше нравятся вообще современные тракторы, но старинные тоже интересные. Можно узнать, как раньше водили тракторы, чем пахали». Выставка продлится до вечера в воскресенье. А уже потом раритетная техника вернется в Чубаксары. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. Сохранить и преумножить. Глава Чувашии встретился с мастерами чувашской вышивки. Вышивка – национальная гордость чувашского народа. О ярких полотнах и нарядах с оригинальным рисунком. Зигзагообразные геометрической формы говорили с давних времен по всему миру. Мастерам удалось сохранить самобытность народного промысла до наших дней. Красивые узоры, украшения чувашской одежды, головных уборов, скатерти и салфеток. Ремесленные традиции передаются молодому поколению. В творческой мастерской музеи делают красивые стишки ребята из 62-й школы. Чувашская вышивка – единственная в своем родине, имеет узлов и с обеих сторон выглядит одинаково. И когда на брачных мероприятиях, на разных торжественных мероприятиях одеваются на самом деле наши костюмы, это вообще по-другому смотрит. Во-первых, во-вторых, сейчас мероприятия публичного характера, которые проходят в Москве, наши отдельные представители одевают, соответственно, женщины, женские костюмы, мужики, юноши, мужские костюмы. И камеры журналистов федерального уровня сразу цепляют. Огромные слова благодарности вам за то, что через проекты как раз вышли на современный уровень и на спрос на рынки. Наши мастерицы могут говорить об особенностях национальной вышивки часами. Сегодня мастер народных художественных промыслов, известная вышивальщица Евгения Жачева предложила главе Чувашии учредить день вышивки в республике. Михаил Игнатьев идею поддержал, отметив, что необходимо выбрать дату. Татьяна Трофимова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика. Грязь, ямы и строительный мусор. Благоустройство жителей одного из домов в столичном микрорайоне Байконур ждут уже три года. Но это не единственная проблема многоэтажки. Проблемы дома 15 по улице Академика Королева копятся, как снежный ком. С 2011 года шли судебные тяжбы по поводу несанкционированного строительства между застройщиком и администрацией. И даже когда дом по решению суда все-таки ввели в эксплуатацию, злоключения собственников не закончились. Под срывом оказалось начало отопительного сезона 2019. По словам жителей, деньги за коммуналку они платили. А до ресурсоснабжающей организации средства не доходили. Видимо, осев в управляющей компании Байконур-сервис. Самая основная проблема по данной организации на сегодняшний день – это наличие задолженности перед ресурсниками. То есть наличие задолженности за природный газ и за электрическую энергию. Но прокуратура района держит на контроле. Данная работа у нас продолжается. Отопление людям, хоть и с опозданием, но все же дали. Сейчас в суде лежит иск от ресурсоснабжающей компании «Наука», которая задолжала более полутора миллионов рублей. Остро стоит и вопрос благоустройства. В районе нет ливневки. Есть проблемы с освещением и парковками. Насчет детской площадки – отдельная история. Тихо собрался, все дольщики этого дома и поставил условия. Нужно собрать на детской площадке деньги. Я говорю, как и детской площадке? Мы же в договоре, не указано. Кто не заплатит за детскую площадку, за благоустройство получается. Собственность никто не получит. Вот, пожалуйста, у меня чеки квитанции. Но они у всех есть. 435 за квадратный метр. Получается, что в среднем с однокомнатной квартиры люди заплатили по 15 тысяч рублей. Отказались лишь некоторые, большинство вложились. Это было три года назад. О детской площадке в их дворе так и не появилось. Жители начали бить тревогу. К нам граждане обращались уже неоднократно с этими жалобами. Мы вынуждены были обратиться в прокуратуру города, в горком имущества, в администрацию города. Да, и в республику мы писали. К решению проблемы подключились чебоксарские депутаты. Выездное совещание они провели с жителями во дворе их дома. Комиссия начала работать. Работает она на основе тех документов, которые вы в эту комиссию поставили, дали. На основе этих документов будут формироваться все заявления, которые будут нужны, обращения в МВД и прокуратуру. Теперь уже ваши обращения будут идти не лично от вас, не от группы людей, а будут идти от городского собрания депутатов. Подписаны будут их и председателем городского собрания депутатов, главой города. Городские парламентарии рассчитывают получить ответы от правоохранительных органов в течение месяца, после чего намерены созвать общее собрание со всеми сторонами конфликта. Чуть меньше месяца мы соберемся, пригласим вас снова. Нам же нужно вернуть или деньги, да, какие-то вы собирали. Это первое. Второе. Тот комплект архитектурных, детских архитектурных форм, которые были закуплены, где они сейчас находятся? Обещал город на скаре лежит. Вот. И он должен их или установить, или компенсировать. Жильцы же к этому времени решением собственников могут сменить управляющую компанию, чтобы жить, а не выживать в своем районе. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов. Республика. В эти минуты в Чувашском государственном университете выбирают миссы мистера студенчества. Республика принимает 13-й по счету Всероссийский конкурс интеллекта, творчества и спорта. За высокие титулы борются более 40 участников из всех федеральных округов. Чувашскую республику представляют студенты Чигу, Полина Зиновьева и Вячеслав Краснов. Сегодня члены жюри оценивали творческие заготовки участников и дефиле национальных костюмов. Финалистов выбирали в более чем 30 номинациях. Конкуренция за победу довольно высока, интрига пока сохраняется. Имена победителей еще не объявлены. За финалом конкурса наблюдают мои коллеги. Кому удалось добиться титулов мисс и мистер студенчества, расскажем в следующих информационных выпусках. Отзвучал гонг, опустел ринг. В столице Чувашии завершилось первенство России по боксу на призы главы города Чебоксары. За решающими схватками наблюдал Рифат Фаткулин. Грамотная защита и точные хладнокровные удары. Семен Степанов из Фердловской области нападает боковыми на голову и корпус. Соперник в Синем из Саратовской области отвечает не менее тяжелой техникой. Три раунда по две минуты. Уступать никто не хочет. В итоге в весе до 60 килограммов побеждает красный угол. Пока одни на деле доказывают свою силу и превосходство, другие в разминочной зоне только готовятся к выходу на ринг. 14-летний Ваня Родионов держит удар уже 6 лет. За победой приехал из Стамбовской области. Стараюсь больше уделять время, вот именно быстроте, скорости, чтобы никаких сближений. Все на дистанции, все быстро, красиво. Соперники были по-своему хорошие. Каждому сопернику нужно подстраиваться. С кем-то самому работать первым номером, поддавливать. С кем-то наоборот, все надо работать на вторым номером. Пять дней выматывающих поединков, напряженный финал и вот он заветный кубок. Всего в первенстве боксировали почти 170 юных спортсменов из 28 регионов страны. Здесь сегодня была отработка наших мастерских школ. Здесь сегодня была отработка наших тренерских методик. Поэтому все-таки наши молодые, в основном ребята, посмотрели, как выступают такие серьезные мастера. И хотя мы заняли только 4 бронзы, взяли только 4 бронзы, 2 места юноши и 2 места взрослые, тем не менее, турнир, можно сказать, для Чебоксара удачен. Победители получили путевки на первенство России. Рифат Фатколин, Бахтиар Вильев, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин